МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Как дела? Сегодня я расскажу вам о том, как я обучалась на магистрском курсе в моём университете Западного Лондона. Начну с того, что приехала я туда учиться в середине апреля прошлого года. Это был единственный, первый и единственный курс, который начинался вот так вот по весне. Обычно университеты начинают обучать студентов или в сентябре, или в январе. Но вот мне так повезло, что для меня нашёлся курс именно по весне. Я искала именно по весне, чтобы моё резидентство в Великобритании не пропало, потому что до этого я продавала дом и находилась в России чуть менее полугода. И для того, чтобы моё резидентство не пропало, я поехала дальше учиться в Лондоне, тем самым продлевая свою жизнь именно там и наскребая, так скажем, на резидентство, на постоянное резидентство. Но не наскребла. Учёба окончилась, и рабочую визу получить мне пока не удаётся. Именно по этой причине я выбрала курс Business Administration, то есть администрация бизнеса, менеджмент бизнеса, потому что других курсов не было. Конечно, естественно, я хотела взять магистрский курс в фильм индустрии, или в журналистике, но эти курсы начинались либо в январе, либо в сентябре. И вот единственные два курса там было – маркетинг и администрейшн в бизнесе. Я решила попробовать себя в бизнесе. Я отправила все свои документы, которые у меня были, мой британский диплом, некие рекомендации, которые я взяла у преподавателей или у людей, с которыми я работала. Ну и помимо этого свои документы о гражданстве, паспорт, виза. А, визы у меня еще тогда не было, я должна была получить. Ну и меня зачислили в университет. О том, какие документы надо подавать, чтобы зачислиться в университет, какого образца они должны быть, я расскажу чуть-чуть поподробнее в следующих роликах. А так, собрала документы, оплатила курс, получила визу и поехала. Суть не в этом. Я хотела рассказать о том, как мне было трудно после того, как всю жизнь я занималась культурой, режиссурой, таким образованием в области культуры и искусства. И тут я попала в мир бизнеса. Абсолютно другая стихия, абсолютно другой мир. И я нисколько не жалею о том, что я взяла именно этот курс. Мое сознание полностью перевернулось. Я даже не знаю, как это все описать, но я стала более уверена в своем завтрашнем дне. Я поняла некие схемы бизнеса, как это все работает. И это все работает именно на международном уровне, не так, как у нас в России. В России я такого бизнеса еще никогда не видела. То есть представление о бизнесе, которое у меня было до того, как я взяла магистрский курс, у меня было на нуле. Совсем другое. То есть как мы привыкли. Купил, перепродал, получил выгоду. Маржу. Нет, там все немножечко по-другому. Там еще какие-то подпольные такие маржи есть. Но суть не в этом. Я не совсем, конечно, поняла, допустим, вот эту стихию финансовую. Тут надо побольше учиться, чем один год. Очень сильно гнали. У нас очень интенсивный курс был. Но вот в области маркетинга, в области бизнес-планирования, в области предпринимательства и менеджмента бизнеса, это вот, скажем так, я влюбилась вот именно в это. В области развития технологий, инноваций, стартапов и так далее. Финансовую составляющую, я так поняла, я буду, если я буду какой-то свой бизнес вести, буду брать аккаунтера или финансиста, который мне будет помогать в этих делах, потому что там очень долго и много надо разбираться в этом надо. То есть в общей сложности я понимаю все, как это работает, но считать и просчитывать наперед какие-то финансовые ходы для меня пока сложно. Может быть, я потом еще немножечко подучусь, возьму какой-то курс. Бизнес – это реально интересная штука. К сожалению, так как у меня не было никакого образования в этой области, мне было очень тяжело, особенно в первый семестр, у нас всего было три семестра по 15 недель. Каждые 7-8 недель мы сдавали курсовые работы. В семестре было по 4 предмета, и по каждому предмету надо было писать некое эссе от тысячи до трех тысяч слов о каком-либо бизнесе, разбирать по полочкам. Я, помню, писала про Tiki Max магазин, про Waitrose, про Маркс и Спенсер. То есть брать некий бизнес, который ты более-менее знаешь или не знаешь, находить их слабые места, сильные места, разбирать по полочкам, что получилось, что не получилось, почему так. Впервые в жизни я узнала, что я могу получить в свободном доступе финансовый документ, отчетный годовой финансовый документ любой компании, которая находится на Западе. И там расписывается в мелочах и деталях, сколько они там продали, сколько они купили, какие магазины у них есть, сколько они вложили в недвижимость, в пенсионный фонд. В общем, абсолютно вся информация по какой-либо компании доступна в Гугле, набираешь annual report Маркса Спенсера и выходит последний годовой отчет, на основании которого мы писали свои эссе. Помимо этого мы должны были найти в других источниках информацию о этой компании и как бы составлять то, чем у нас учили. В первом семестре нас учили маркетингу, предпринимательству, аккаунтингу и этике. Ну, с этикой все понятно. Этично, неэтично так поступать. Можно ли красить какие-либо вещи химическими красками и выливать это в нашу природу? В общем, экологичность, как вести себя с покупателями, с клиентами, с партнерами и так далее. Об этике, я думаю, многие знают. Вопрос лично твой. Можешь ты так поступить неэтично с людьми или с природой, или с животными? Твое дело. Но, думай о будущем. Маркетинг было очень сложно. Все абсолютно слова новые. Я еле успевала, у нас было молодить. Но вот такой вот препод, конечно, он очень быстро все рассказывал. Но, если что-то не понимаешь, он прям останавливался. И вот тебе на разных-разных-разных примерах доводило до твоего ума, что он имеет в виду. И как бы ты в деталях уже начинаешь разбираться, как именно описать или найти информацию и так далее. Предпринимательство тоже мой... У меня всего было два любимых преподавателя. Это маркетинг и предпринимательство. Вот такой вот мужик, он потом стал моим супервайзером в диссертации. Он очень много знает. Он сам владеет компанией, принт-компанией, ну, в общем, полиграфией или что-то такое. И преподает у нас в университете только по средам. То есть он знает и теорию, и преподносит ее так легко, так доступно, что ты думаешь, что ты всю жизнь об этом знал. Дает кучу примеров. И, опять же-таки, и на основании других компаний, бизнесов, и на основании своих компаний очень много примеров, благодаря которым ты понимаешь, как это все взаимодействует, как это все работает. Ну и финансовое. Вот по поводу финансов как раз у меня была проблема. Преподаватель был реальный работник, аккаунтер, который, в принципе, не умел преподавать. Рассказывает очень быстро, как будто все все это должны знать. Не останавливается. Задаешь вопрос, он не отвечает. Гонит, гонит, гонит. Читайте в учебнике, читайте в учебнике. В принципе, так и работает английское образование. Но хотелось бы какой-то отдача от самого педагога. Когда педагог заинтересован в том, что ты интересуешься, в чем интересность английского образования в том, что ты на уроке спокойно сидишь, слушаешь тему, если тебе что-то непонятно, ты поднимаешь руку или просто в свободном таком диалоге общаешься с преподавателем, задаешь ему вопросы, говоришь, мне непонятно, он тебе объясняет. Ну и также, естественно, весь класс слушает. Конечно, только я задавала вопросы, но я поняла, что весь класс остальной также не знал, что происходит. Но я просто, имея уже английское образование и зная, как можно общаться с преподавателями, остальные все только приехали в Англию, я спокойно задавала вопросы, и все остальные мои одноклассники были рады тому, что я постоянно всех терроризирую, всех спрашиваю. Это был такой вот у меня первый семестр, по каждому предмету мы писали две работы, и, в принципе, это и были окончательные работы, которые нам вышли в дипломе в общую оценку. То есть было две оценки, они вместе суммируются, делятся пополам, и общая оценка, получается, уже идет в диплом. То есть буквально за три с половиной месяца, ну, 15 недель, я окончила четыре предмета. Продолжение следует...